Пятый канал представляет Что ты ешь? А пицца? Леня, послушай, это очень вредно. Одна секретарша, я тебе принесла обезжиренный творожок, фруктовый салат. Давай, мой молодец, иди поешь. Спасибо, мамулька. А тебе бы не помешало поторопиться домой. Зачем я? Я случайно узнал, что твой жених созрел сделать тебе интересное предложение. Намного карат, между прочим. Да ты что? Спасибо, Лёнь! Пока! Пока! Слушай, ну надо же, а! Оля! Олюшка! Ольга Мелехова, 58 лет, владелица небольшой туристической фирмы, найдена мертвой в своем доме. Предположительно, смерть наступила от ожога концентрированной серной кислотой. Следов взлома и ограбления в доме не найдено. Труп обнаружил Дмитрий Соломин. По его словам, их с Ольгой деловые взаимоотношения переросли в романтические. В этот день Дмитрий собирался сделать Ольге официальное предложение. Ольга Юрьевна была обеспеченной женщиной. Про неё вполне можно сказать, что всего в жизни она добилась своим трудом. Сама себя сделала. Экскурсовод по профессии, 20 лет назад она организовала фирму. Принимала группы из разных городов России. Она не стала миллионером, но на достойную жизнь себе заработала. В последнее время Ольга решила отойти от дел и передать управление фирмой своему сыну. По словам соседей, в общении она была добрым и отзывчивым человеком. Ну, а в личной жизни её ждали только хорошие перемены. Какая красота! Дмитрий Соловин, 63 года. Владелец небольшого автопарка туристических автобусов. Жених Ольги. Алексей, воды! Ольга удивительная женщина. И женственная, и с железным характером. Просто умница. Другой такой. Нет. Не уберёг я её, мою красавицу. Скажите, у неё были недоброжелатели? Враги? Может что-то в сфере бизнеса? Да ну, о чём вы говорите? Такие предприятия, как у Ольги, не зря называют малыми. Оборот небольшой. Ни за какие крупные заказы она никогда не бралась и не сражалась. Мы хотели объединить наши фирмы, но тогда бы мы оставались среди мелких фирм. Может, её что-то беспокоило в последнее время? Она на что-нибудь или на кого-нибудь жаловалась? Жаловалась? Все свои проблемы она привыкла решать самостоятельно. Такой характер. А вот жаловалась… Я вспомнил, она жаловалась на свою домоработницу Элю. Вот что. Это что за сокровищница царица Тамара, а? Я у тебя раньше таких волцов не видел. Ты понимаешь, какое дело? У меня что-то ощущение какое-то неприятное, что наша домоработница Эля, она подворовывает. Не, я не могу сказать, что она плохо работает, она хорошо работает, но… Вот как-то так хватишься и смотрю, в кошельке вроде бы на тысячу меньше стало. А тут я стала чистить свои серебряные украшения и ощущение, что чего-то не хватает. Ты уверена, что пропадают вещи и деньги? Если это так, то надо срочно… Да нет, 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 я не могу сказать точно. Может быть, я куда-нибудь другое место положила. Но ты понимаешь, в чем дело? Вот драгоценности, ну, крупные, они на месте. А вот по мелочи… Как будто чего-то все-таки не хватает. Да. Вы знаете, где она хранила деньги и драгоценности? Можете показать? Да, сейчас я вам покажу. Вот здесь она хранила все самое ценное. Ключик у нее был на цепочке на шее. Шкатулка оказалась пустой. Подозрения пали на домработницу Эльвиру. Она сразу была объявлена в розыск. Сложно было сыщикам, когда не было интернета. Ну, или, например, единой базы билетов. Сегодня же, за 10 минут, следственная группа может узнать, куда и когда брал билет тот или иной гражданин. Вот так и получилось со сбежавшей домработницей Ольги. Ее задержали за несколько минут до отправления междугороднего автобуса до Махачкалы. Невиновный человек не будет бегать от следствия? Это же очевидно. Я ее не убивала. Эльвира Галиулина. 30 лет. Полгода назад устроилась домработницей к Ольге Мелеховой. Эти драгоценности были обнаружены в вашем багаже. Это ваши? Они принадлежали покойной Ольге Юрьевне? Да. И вы утверждаете, что не убивали ее? Я ее не убивала. Я вернулась с рынка и сразу на кухню. Отнесла вещи. Потом глянула в гостиную. Я потрогала ее. Она уже остывает. Но я испугалась. Разрешения на работу у меня нет. Я подумала, ну все, Эля. Сейчас полиция придет. И тебе крышка всех собак на тебя повесит. Ну, я тогда прихватила, что нашла. И побежала на автобус. В этот же день был проведен следственный эксперимент. В результате которого было установлено, что Эльвира, с учетом ее физических данных, не могла совершить падение на Ольгу. Это сделал человек значительно выше ростом. Да, я ее не убивала. И кто же, по-вашему, мог это сделать? А то догадать нечего. Василий душегубец. Ох, порассказывала мне Ольга Юрьевна, сколько она с ним горе нахлебалась. Пока не выгнала его вон из дома. А что толку, он к ней каждую неделю как на работу ходил. Придет, перегаром воняет, трясется с похмелья и орет. Ольга, дура, ну-ка быстро денег мне дай, а то сам помру и тебя прибью. А Василий это бывший муж Ольги? Он самый. Я тут полгода и раньше я его не часто видела. Так раз в две недели. А потом он увидел, что к Ольге Юрьевне мужчина стал хаживать. Дмитрий Петрович. Ну, Василия сразу на злобу и повело. Он к нам чуть ли не каждый день орать приходил. Никакого сладу с ним не было. Ольга, зараза! Василий, если ты сейчас же не уйдешь, я вызову полицию! Давай! Давай вызывай! Давай меня больного в кутузку упеки! Чтоб я там ласты склеил! Пусти переночевать! Хоть супчика горячего покушать! Значит так, я тебе куплю комнату, вот в ней и ночуй. И оставь меня в покое! Ты слышишь? Оставь меня в покое! Два дня тому назад я тебе дала деньги. За эти деньги люди гробятся, работают. Ты посмотри, ты что тут... Давай! Давай попыкай меня куском хлеба! Денег дай! Не топай душу, гадину! Ольга Мелехова, владелица туристической фирмы, найдена мертвой в своем доме. Лицо обожжено кислотой. Незадолго до смерти Ольга стала замечать пропажу денег и драгоценностей. Подозрение в краже и убийстве падает на домработницу Эльвиру. Но следственный эксперимент ее участие в убийстве исключает. Зато домработница уверена, что, скорее всего, преступник – бывший муж Ольги, Василий, алкоголик и дебошир. А вы в курсе, что ваша бывшая жена мертва? Кто? Ольга-то? Да она только дохлой парикинице, лишь бы денег не давать. Мне. Ветерану труда. Василий Мелехов, 57 лет, безработный. Раньше был технологом на предприятии, где теоретически, используя старые связи, мог раздобыть серную кислоту. Скажите, Василий Семенович, где вы были вчера вечером? Вчера вечером в девятнадцатом отделении гостил. Пошел в кафешку неподалеку. С черного хода попросил повариху пивка вынести. Похмелиться. У них в пивоварне пиво этого, залейся. Ну, жалко им, что ли. Так они, гады, менту. Полицию вызвали. И меня, лебедя белого, свинтили. Только к утру и выпустили. О том, что он провел вечер и ночь в КПЗ, Василий не соврал. И его отпустили. Все бытовые версии случившегося, которые были у следствия, к этому моменту отпали. И тогда следователь решил поработать по линии бизнес-связи погибшей. Единственным наследником с недавнего времени и управляющим фирмы был сын Ольги, Леонид. Вы хотите знать, был ли у меня мотив убить маму? Я вам прямо отвечаю. Ни одного. Леонид Мелехов. 26 лет. Директор турфирмы, принадлежавшей Ольге Мелеховой. Она и так все мне отдала. Все. И бизнес, и недвижимость. Ближе человека, чем она, у меня никогда не было. И уже не будет. Кто-то ненавидел ее до такой степени, что плеснул кислотой в лицо. Это не спонтанное преступление. Кто-то готовился и сознательно пошел на этот шаг. За таким преступлением должна стоять лютая ненависть. Кто ее ненавидел? Кто ее ненавидел? Только один человек. Сын Дмитрия Петровича, Евгений. А за что он ее ненавидел? Он узнал, что его отец хочет не только жениться на моей матери, но они еще решили объединить бизнес. Сделать одну фирму под общим брендом Ольга. И тогда он автоматически переставал быть единственным наследником автопарка Дмитрия Петровича. А Женя жадный. Ему это ужасно не понравилось. Евгений, сын Дмитрия Соломина, охотно согласился на встречу со следователем. У вас был реальный повод ненавидеть ее. А я и не спорю. И я бы уничтожил ее. Но только не кислотой. Это какой-то олдскульный метод. Евгений Соломин. 30 лет. Юрист. Имеет большой опыт работы в арбитражном суде. Выиграл много спорных дел. Я собрал достаточно материала для того, чтобы натравить на Ольгу разные проверки. Из которых бы она просто не вылезла и обанкротилась уже через пару месяцев. Вы помните, как в один день лопались крупнейшие турфирмы? Ну вот. А эту букашку раздавить для меня – расплюнуть. И кроме того, у меня есть алиби. Вот это список всех клиентов, с которыми я работал вчера на протяжении всего дня. График был плотный. И из своего кабинета я никуда не выходил. Экономисты подтвердили слова Евгения. Он собрал достаточно материала, чтобы уничтожить Ольгин бизнес. Алиби его тоже подтвердилось. Следствие зашло в тупик. И, как часто это бывает, вернулось на исходную точку – в дом жертвы. Изучив еще раз первый этаж, следователь обнаружил деталь, которую не заметил при первом осмотре. Кто-то залез по лестнице в окно туалета, которое выходит на улицу. Окно неширокое и неизвестное, залезая, оставил на раме несколько волос. Экспертиза установила, что эти светлые волосы принадлежат женщине. А жена Леонида, Римма, русая. По словам мужа, она все это время, вместе с подругой, находилась в отпуске в Греции. По запросу следствия, консульство приступило к поискам Риммы. Но в отеле, указанном мужем, она не была зарегистрирована. Может, Римма вернулась из отпуска раньше и убила свою свекровь? Все это время ее телефон был вне зоны доступа. Мама очень хотела, чтобы я был счастлив. Это именно она нас и познакомила. Вот, смотрите, какая красотка. Красотка. Я влюбился. Мы поженились. Она из дипломатической семьи. Все прилично. Все как мама любит. Любила. Я хотел нормальную, большую семью, много детей. А жена за это стала называть меня тюфиком. Я думаю, она начала наставлять мне рога уже в первую брачную ночь. Следствие направило официальный запрос в Грецию. Ответ пришел оперативно. Римма отдыхает на вилле богатого грека. У нее железное алиби. Однако внезапно в деле появляется новый подозреваемый. Невдалеке от дома убитой работала камера видеонаблюдения. Во время просмотра записи Леонид замечает на ней человека из прошлого. Стоп, стоп. А вот на 24-й остановите. А можно покрупнее? Господи. Откуда же ты здесь? Я уж думал, мне померещилось. Ольга Мелехова, владелица туристической фирмы, найдена мертвой в своем доме. Лицо обожжено кислотой. Подозрение в краже драгоценностей и убийстве падает на домработницу Эльвиру. Но следственный эксперимент ее участие в убийстве исключает. При повторном осмотре оперативники обнаружили следы проникновения в дом через окно. Среди улик светлые женские волосы, которые могут принадлежать Римме, невестке Ольги. Но она в момент убийства была у любовника в Греции. На записи с камеры видеонаблюдения, установленной рядом с домом, где произошло убийство, Леонид увидел забытого знакомого. На видеозаписи Леонид опознал Раису Курочкину, на которой собирался жениться несколько лет назад. Но его мать, Ольга, разрушила планы влюбленных. Раиса могла затаить на нее злобу. Да, я была знакома с Леонидом и его мамой, Ольгой Юрьевной. Раиса Курочкина, 26 лет, студентка медицинского колледжа, специальность акушер. Отличница, лучшая ученица на курсе. Леонид сообщил нам, что он и его мать сильно обидели вас несколько лет назад. Да? А я зла не помню. За что вы убили Ольгу Юрьевну? Я не убивала ее. Тогда что вы делали возле ее дома? Просто шла мимо. Эта улица заканчивается тупиком. Я дошла до конца и пошла обратно. Нет. Вы пошли назад сорок минут спустя. Судя по камерам наблюдения, что столько времени вы делали в доме Ольги? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Спасибо. Только что мне сообщили, что в лаборатории в вашем институте пропал один комплект защитной одежды для работы с химикатами. Судя по электронному ключу, в лабораторию входили вы. Чистосердечное признание? Хорошо. Я все скажу. Жалко, что следователь не женщина. Женщина меня бы поняла. Из-за этой твари Ольги у меня никогда не будет детей. Вы понимаете? Никогда. Давайте по порядку. Где вы познакомились с Леонидом? Я родилась и выросла в небольшой деревне под Архангельском. Там и работала в фельдшерском пункте. Леонид приехал с друзьями своими на охоту. Он такой неловкий. Обжегся кипятком. Пришел ко мне за мазью. Ну, вот так вот мы и познакомились. Потом его друзья уехали. Он остался у меня еще на две недели. Потом он уехал. Оставил свой адрес. Я узнала, что беременна. Так, что значит, вы с Раей решили пожениться? Ты давно с ней знаком? Две недели, мам. Так не мамкой. Ты вообще в своем уме? А ты о чем думаешь? Мы любим друг друга. А, ну ты понятна. Тебе надо вырваться из своей дыры. А ты? Ты о чем думаешь? Мам. Так, не мамкой. Рай, скажи ей. Вот. У нас будет ребенок. А почему ты думаешь, что это твой ребенок? А? Дубина стоярусовая. Может быть, это какой-нибудь тракториста. Из ее деревни. Алкашак, который будет точь-точь похож на твоего отца. Что я тебе сказала? Не мамкой. Это Лене? Так, тебя вообще никто не спрашивает. Мам. Хотя, ладно. Ты можешь остаться. Поживи. Пока. А мы все проверим. После этого разговора Ольга вдруг стала со мной очень ласковой. И даже отвела к своему врачу-гинекологу. Но через некоторое время врач сказала, что наш с Леонидом ребенок родится на 99% с тяжелейшими врожденными патологиями. А что мне оставалось делать? Ольга накрутила напугала Леню. И тот стал настаивать на аборте. Я легла в клинику. А на следующий день Ольга пришла ко мне. Дала денег и сказала, чтобы я больше не приближалась к Леониду. И он тоже перестал отвечать на мои звонки. Раиса поступила в медицинский колледж. И на третьем курсе была распределена на практику в ту же самую консультацию, где ее убедили избавиться от ребенка. В карточке, которую Раиса отыскала в регистратуре, никакого смертельного диагноза не было. По оценке гинеколога, плод был абсолютно здоров. В поисках правды Раиса отправилась на очный разговор с врачом. Сначала доктор Нестерова сделала вид, что ничего не помнит. А потом разрыдалась. Стала умолять меня, чтобы я ее не губила. Год до пенсии, пятеро внуков. Сказала, что Ольга дала ей очень много денег. И помогла занять место через свои связи в женской консультации. Почему вы не обратились в прокуратуру? Ложный диагноз серьезное преступление для врача. Тогда я была наивной, деревенской дурочкой. Я даже не попросила никакой справки о том, что не так с плодом. Теперь доказать вину Нестеровой невозможно. Все было на словах. Поэтому я решила оставить в покое доктора. Ее и так вина гложет. А вот с главным врагом своим я решила расквитаться как надо. Взяла кислоту, костюм химзащиты и пошла к ней в гости. Рая. Рая. Рая, что с тобой? Раечка, ты хочешь денег, дай. Я тебе дам деньги. Мое бешклодие теперь не вылечит ни за какие деньги. А ты, я вижу, счастлива. Да, Рая? На, получай. Чай. Раиса Курочкина дала исчерпывающие показания и не отказалась от них на суде. Она полностью признала свою вину. Вот такую страшную цену заплатила Ольга за свою мечту. Женить сына не на деревенщине, а на богатой девушке своего круга. Брак был несчастливым и вскоре распался. Рая, несмотря на то, что совершила умышленное убийство, получила относительно небольшой срок. Пять лет колонии общего режима. Однако сама Рая сожалеет о содеянном. Она не получила того удовлетворения, о котором мечтала.